Елена Евгеньевна Радчук, исследователь, автор книги «Палеовизит», ну и они все будут зачитывать в программе «Черезапись». Она выступает в совместном таком докладе, с докладом, где еще в авторах Юлия Анатольевна Сумик и Владимир Николаевич Штрахов, академик. Доклад называется «Альдобаран. Космическая предыстория человечества». Пожалуйста. Дорогие друзья, в связи с тем, что вы уже очень встали и были замечания предыдущим докладчикам, давайте построим выступление следующим образом. Значит, я прочитаю определенные тексты, текстовые части, потом мы просмотрим слайды, а потом веремся к текстам. Итак, в 2003 году вошла свет книга известного исследователя немецкого оккультизма Николаса Гудриха Кларкера «Черное солнце. Арийские культы. Эсотерический нацизм. Его политическая самоопределенность». В этой книге впервые в научной директории была представлена информация о немецком медилуме Марии Орсик. Гудрих Кларк сделал очень это академически корректно, назвав свой рассказ «Полисто о современном неонациям». Действительно, люди, которые знали Орсик, уже давно умерли. Фотографии, представленные, могут не доставить. И тем не менее, для нас эта информация представляет огромный интерес, потому что она позволяет судить о деятельности самой загадочной организации XX века общества Анны Мертвы. Для нас этот доклад является знаковым, потому что авторы данного доклада являются детьми фронтовиков Великой Отечественной войны, вернувшись домой с победой. Джозеф Фарро в книге «Черное солнце Третьего рейха. Битва за оружие в Матисте» утверждает, что все материалы Третьего рейха, связанные с мистикой и акулицизмом, были изъяты из протоколов гибельского процесса по решению союзных сторон. Инициаторами сознания Анны Нербо являлись важнейшие чины гитлеровской Германии. Исследуя акулицизм и парамальных явлений, началось благословение рейхсюрера Сесс Гиммлера, которое действовало в рамках личных указаний Адольфа Гитлера. Официальное название Анны Нербо, как вы знаете, так и переводится. Наследие предков. Область интересов данной организации была значительно шире, чем история Древней Германии. Руководство рейха понимало, что выиграть будущую войну им не удастся. Поэтому в ход пошли концепции так называемого качественного превосходства, которая подразумевала, что выиграть можно меньшими силами по количеству, но более высокими по качеству. Идеология нацизма основывалась на том, что на Земле не было существовало высокоразвитой цивилизации. И по мнению нацистов, именно Германия, наследие Древней Альи, должны были принадлежать ее знания и технологии. Используя параллельные способности человека, они хотели получить информацию от полевысокоразвитой цивилизации Вселенной и от Древней Цивилизации Земли. Вот таким опытом располагали предшественники Анненерба, члены Всегерманского общества по изучению метафизики или Общества Врил. Считается, что в 1119 году им удалось получить информацию от высокоразвитой цивилизации в созвездии Тельца. Именно эта информация связана с Семеном Марией Корсик. Она являлась лидером Общества Врил. Сознавая другим документом, Мария Орсик только создала свою внутреннюю группу Общества Врил. Но именно информация медиума ее группы была самой важной для гитлерской Германии. В 1922-1934 годах Орсик принимала телепатическое сообщение из системы Эльдебарана в созвездии Тельца. Речь шла о конструкции технологического летательного аппарата, позволяющей изменять ход времени. В формате автоматического письма Орсик приняла две папки информации. Одна была написана так называемым шифром немецких темплиеров, а буквально в каком-то непонятном языке. Сам Орсик определил его как по-мавилонски. Ученые, связанные с Обществом Тули, сочли, что этот язык является шумирским. Другой ведущий медиум Зигру вместе с членами Общества Анненепа смогли перевести сообщение на современный германский язык и шерфовать рисунок технологической летательной машины. Благодаря книге Бодриха Кварка мы сегодня имеем возможность в широкой общественности проработать фрагменты психографического текста Марии Орсик. Давайте просмотрим слайды, а потом вернемся к тексту. Будьте любезны, первый файл. Мария Орсик. Также она фигурирует как Орсич или Орис. Свет по Гассете. Вот так. В этой работе я вам все расскажу. Я просто пытаюсь по отцу Малери. Погасите свет. Так, погасите свет и смотрим слайды. Майстр-оператор, пожалуйста, первый файл. Еще. Еще. Еще погасите. Вот смотри. Вот это текст-ченнелинга. Нам хорошо известно, что шумирский язык был пикографический язык. Они не спутали лапе и кинзаковой седьмой. Там фигурирует рисуночное письмо. То есть определенная система контекстов, которая определяет определенные понятия. Посмотрите. Здесь мы с вами видим алфавитно-знаковое письмо. Определенный синтез. Кириллицы, латиницы. Ну и забытых сегодня букв языка. Вот внизу я выделила для вас фрагмент. Чуть-чуть повыше пора. Будьте любезны. Вверх. Не получается. Хорошо. Тогда мы смотрим на правую часть ченнелинга. Вы посмотрите. Какие слова. Начертание букв. Значит, слоговое деление, структура слова, оно очень похоже на современный русский язык. Понимаете? То есть мы имеем полное право провалить в параллели со славянским языком. Тем более для специалистов не секрет, что язык германский и балско-славянский язык являются ветвью одного древнего языка. Как мы знаем, это европейского. И разделение двух ветвей, оно произошло совсем недавно. Это произошло где-то порядка трех тысяч лет назад. Фактически, это ветви одного и того же языка. Фактически, до неузнаваемости из меньших во времени. Но тем не менее, это очевидно, что это протоевропейский язык. В пользу протоевропейского языка говорит еще факт того, что в эмблеме Аннерва прорисована первая буква нашего права фалита, слово. В современном латинском швейте этого буквы нет. И тем более, что корни самой корзи тянутся на Балканы. Так, вторую, пожалуйста. Вот это мы показываем систему Альдобарана. Вы ее все прекрасно знаете из древности. В Еректе ее называли глазом бога Ра, альфа Альдобарана. В Еректе называли ее Лампадеус, светильный бога. А в восточных странах ее называли Страх Востока. В 20-е годы Мария Корсик проводила публичные телепатические сеансы, где она вступала в контакт с жителями Альдобарана. Они называют целое солнце Шуми. Я утверждаю, что в орбите движутся две планеты. Шумя и Шумя. Согласно Ченнелинка Корсик, 500 миллионов лет назад бомодойная раса Сальдобарана колонизировала Землю. И разваленные Ларсы, Непура, они прежиты именно этой стивилизацией. Также Ченнелинка утверждает, что после потопа остатки Шумя послужили основой для создания германской расы. Но как германцы, так и русские приезжают к единой и европейской расе. Поэтому на вести вопрос, на чей день чьих предков изучала самая загадочная организация 20-го века. Вот здесь у нас идут рисунки и фрагменты собственно Ченнелинка. Вот посмотрите. Значит, первое у нас идет. Это вот Мария Орсик. Это Зегрон. Это Траунда. Посмотрите, вот этот снимок, знаменитый снимок Марии Орсик на фоне летающей тарелки. Вот в том же сером костюме, как она традиционно присутствует в Фронике, рядом с Адовом Гитлером. Посмотрите. Вот поле экстрасенсов. Оно соединено. И дальше другую. Видите, они просто перекручены. И вот этот опознавательный знак в рюк, допецайд, двойной диск. То есть получается, что девушки сдвоили в своем поле, чтобы получать Ченнелин. Ченнелин длился 12 лет. И вот эти фотографии, пожалуйста, чуть-чуть вверх. Посмотрите, вот эти девушки прорисованы. Они похожи в рисунке Ченнелинга на реальные фотографии из Зегронда и Орсик. То есть Ченнелинг носил целенаправленный характер. Трансляция шла именно Зегронда и Орсик. Это подтверждает версию тех исследователей о том, что нацисты имели коды и ключи для связи с высшими неизвестными. Где они могли быть получены? По всей вероятности в зоне библейских омов. Альф Розенберг сказал, что там, где молчат пергаменты, заговорили камни. Идем вперед. Значит, еще раз говорю, что биополе было с двойным. То есть получается, что несмотря на длительные психофизические тренировки, работать один медиум не мог. В канале работали двое. Руководитель. Значит, в РИЛ Мария Орсик. С правой стороны. Цитата из Реквен. Самое быстрое и медленное. Это Риман. Посмотрите, нас упорно посылают на восток. Но вот эта традиция, распущенные волосы девушек, даже закрепленные в фонских фонах, они и совместимы с древнеарийской традицией. Там хорошо известно, что распущенные волосы женщин, они рождают рефрикторную реакцию мужчины из сексуального порядка, пытаясь его во всех древних культурах. Волосы женщин закрываются. Тогда с какой культурой мы имеем дело? Пожалуйста, дерьмите вверх. Следующий, пожалуйста. Следующий файл, пожалуйста. Очень рад. Я сожалею, что не слышно, я постараюсь говорить громче. Прошу меня, извините, я в этом зале выступаю первый раз. Значит так. Вот эти девушки, красавицы, обратите внимание. Значит, сзади обязательно девушку сопровождают диск. Вот это летательные аппараты, которые они использовали. Обратите внимание, внизу черный фиолетовый диск. Девушка как бы поднимается, она парит. То есть для нас это представляет собой вознесение. Вот увеличенный вариант. Вот эти крылья, вот это ее диск, так называемое черное солнце. Она вращается. Считается, что они смогли создать антикравитационный аппарат. И так движемся. Еще вверх. Так в стиле. А вот это подобный же тип летательный аппарат, который известен в интервью. Он был ранужен внутри. Посмотрите, те же крылья. Мы с вами нежим. И тот же медленный взлет. Подобно воздушному шару. Держимся вперед. Значит, это фигурочки из Афины. 44-й год. И еще следующий факт, пожалуйста. Стоп, остановились. А вот эти мифологические существа, это уже у нас с вами Осирия, Вавилония и старство хета, химера так называемая. Посмотрите, те же крылья. У нас с вами тот же взлет. Двигаемся дальше. Стоп, стоп, стоп. Обратите внимание вот на этот аппарат. Вот это мифологическое существо, у нее юбочка, юбочка, двойная юбочка, это решеточная конструкция, которая похожа на солнечную батарею. То есть принцип питания все-таки это от солнца шоу. И вот эти химеры из Хетского гуссорса совершенно одно и то же. Те же летательные аппараты, которые используют принципы живой природы, которые хорошо известны сегодня в запретательском творчестве. И хохолок, и хвостовое оперение, и крылышки. Это принципы полета к детям. То же самое это детально царская одежда. Те же хохолок, а то же и те же крылышки. В ряде случаев они еще применяют летательные маски. То есть, видимо, на высоте и при длительных полетах они уже спасены уже дыхательной маской. Вперед, пожалуйста. Так, вот прошу вас обратить внимание вот над этот материал, этот челс-ченнелинга, Орсик. Тут знаменитый план Альдебаран, где они бронировали перелет с земли на Альдебаран. После войны были обнаружены снимки аппарата в Рио «Призрак». Вот он, который имел диаметр 45 метров и пряжался четырьмя пилотами. А вот это ченнелинг 34-го года. С левой стороны в кругу изображен Альдебаран, чейв-шлемофоне. С правой стороны земля Эрда, это поверхность Земли. Вверху, значит, и внизу надписи «Неупорядочный космос». И посредине надпись «Вне-молевяной канал». Посмотрите, что Земля и Альдебаран. Они показываются как равноправные партнеры. Видите, задачей Земли является ввод аппарата в Рио во «Вне-молевяной канал» и Альдебаран формирует пространственный канал и обеспечивает проход летательного аппарата. Все, благодарю. Теперь включим сет и продолжим работу. Мария Орсик, она родилась в Вене, она родилась в Вене, она является дочерью хорватского эмигранта. Она является дочерью хорватского эмигранта. Сведения о других медиум в Рио полностью отсутствуют. Согласно документам, они занимались исследованием межзвездных перелетов и опытами со свободной энергией. И вот значит продвижение во вневременном канале технологического аппарата оно коррелируется с информацией о вневременных межзвездных каналах. Их можно связать с астрономическими гипотезами интерпретации радиоуэха. В 30-е годы, когда земное радио только делало свои первые шаги, было отмечено в случае, когда сигналы станции передавания в Ак-МОЗа принимали сниктом диаптом републикатора, который отличался от исходных интервалов между сигналами, в частности специально оптах Карла Штермана и Уррала Ганса и Ван дер Бона. И параметры традиционного радиосигнала не позволяли удовлетворительно объяснить его ни одной известной причиной. Только в 1973-м году английский астроном Лона Данк высказал предположение, что перед нами весть из космоса, попытка гипотетического радиозона вступить с нами в контакт. Его предположения совпали с выводами американского радиоастронома профессора Ронелла Брессора, который считал, что в пределах нашей планетной системы находится автоматический зон, направленный к Солнцу в легкоразвитой космической цивилизации. Между 1932-м и 1969-м годами не менее 40-ка раз были получены убедительства свидетельства запаза для речевых эхо на различных длинных волн. Все это говорит о том, что к информации Марии Урсик нацистскому ченнелингу необходимо подразумевать взвешенно и крайне серьезно. Само Урсик вместе со своей группой исчезло в марте 1943-го года. Наверное предположение о том, что девушки улетели на оборону. Вероятнее всего, они были просто уничтожены в последние месяцы войны при попытке захвата противника. Представляю вашему вниманию этот доклад. Мы хотели показать, что русские ученые сегодня могут работать с древней информацией, с древними тесными информациями космическая и давать ей инженерную интерпретацию. Архивы ННРВ в нашей стране они до сих пор не опубликованы. А вот в Америке, которая досталась третья часть этих архивов, уже в 1972-м году был отправлен космический корабль Кальто-Барану. Вы это знаете, Пионер-10. И там располагалась табличка с прощением и земным цивилизациям. Подробно наш доклад опубликован в начале марта этого года в экономическом и философском произведении. Спасибо. Спасибо, Елена Евгениевна, за прекрасный доклад. И за то, что соблюдили Кальто-Барану. Спасибо.